Всем привет! Сегодня третий день зимы, как бы смешно это и выглядело, мы все равно идем в лес корзинками и ведрами. Зато на свежем воздухе и не коптимся под одеялом в выходной день, да, Катя? Ну, Катя бы такая лучше покоптилась, она любит это дело. Горячего копчения, Катюша. Ой, супер, он кто-то гриб порезал. Ого! Да, какой-то гриб кто-то порезал. Смотрим. Так, первая зимняя находочка. Это гиграфорчик. Я сначала забыл, как он называется. И хотел назвать его Проголина. Катя, а что такое Фраголина? Шампанское. Гиграфор поздний нашел, Катюш. И вот еще один. Подморожененький. Но я сегодня, как вы можете видеть, со счастливой корзиной. Так что с пустыми руками мы сегодня не уйдем. Катя нашел, где целое семейство гиграфорчиков. Еще в такой период можно собирать успешно вешенку. Кто-то скажет вешенку. Я вот не знаю, как правильно. Напишите, пожалуйста, вешенка или вешенка все-таки. Потому что встречаю и так, и так называется. А еще интересный факт про нее. Что в ее составе есть некое вещество, которое не позволяет ей погибать в морозы. И когда оттепель наступает, эта вешенка, будем ее так назвать, продолжает свой рост. Представляете, гиграфорчики в совсем такой молоденькой поросли, соснистой, произрастают массово. А вот когда я ходил в прошлые грибалочки, в соснах более старых, то я их не встречал там так массово. Один, два, и усю. Катя! Катя не слушает мужа и не идет сюда собирать гиграфорчики. Она все надеется белые свои найти. Не может поверить, что уже все закончилось в этом году. Так, ну тут какие-то еще беленькие от грибочки. Я их не знаю. Я знаю, тут только миграфорчики. Ничего. Дома они, конечно же, оттаят. И их мы пожарим без отваривания. А еще меня радует просто, что в этот период можно хоть что-нибудь да и найти. Повстречались мне вот такие вот бугорки. Сейчас посмотрим, что там. Так. О! Это же зеленушечка. Одна. А тут? О! Еще. А тут? Масленок уже умерший. Так. Здесь у нас О! Тоже зелененький. И все. Будем срезать. Примороженная рядовочка серая. Вы называете ее, некоторые из вас, подзеленка. Потому что она поднизу зеленоватая. Но я вам скажу, друзья, если вы зайдете в Википедию, то вы можете там прочесть, что рядовка серая, рядовка штрихованная как-то так. И мышата, и подзеленка. Это один и тот же гриб. Это все синонимы. Десять минут и уже в корзинке не пусто. Вот уж и достойный экземплярчик гигрофора попался. Видите, на шляпке у него не пойму, то ли снег, то ли иней. Я их не срезаю, потому как они замерзшие, замороженные. И они отламываются очень хорошо. И чистенькие укладываются ко мне в корзинель. Вчера с Максимом учили очередной стежок, виршик. Вот так оно звучит. Некоторые слова стали открытием. Ежачиха с ежаком едут бричкою лужком. Назбирали в козубеньки сыроїжки та опеньки. Ихни діти ежачата встречают маму и тата. Так вот, для меня, как украинца, стало новым слово козубеньки. Козубенька это такая корзина лукошка из лозы плетеная оказывается. Вот будете знать и вы. Ну что там, Катя? Сыроїжки и опеньки. Да, смотри, сколько гиграфуров нашел. Представляете, даже рядовку. Я тоже. А ты зеленушечки. Моя ты радость. А теперь и мне повстречался угорочек. Думаю, что и я найду зеленушку сегодня. Да. Так и есть. Вот она наша крезнулька. Чик. Жалко, конечно, гиграфорчики марать. Ну, ее как-то отдельненько вот так. Надо под зеленушки брать пакет отдельный. Я просто все время, когда за грибами еду, боюсь набирать какие-то тары лишние. Считаю, это плохой приметой. Наберешь, ничего не встретишь. А ничего не возьмешь, так. Девать некуда. Опять ощущаю на себе чей-то взгляд. Глядь, а тут выглядывает. Видите? это зеленушка. Спряталась от холода так глубоко под одеяло из опавших иголочек. Вот заглядываем под сосенки. Вроде бы на первый взгляд здесь ничего и нет. Но если же мы как кабан залезем внутрь этого лона, здесь открывается вот такая картина. посмотрите сколько гиграфорчиков на одном месте. Вы видите эти шляпки припорошенные снежком первым. Ну наверное уже не первым. Так ну берем же вот они прям отламываются. Они небольшие но очень приятные чистые грибочки даже в некотором смысле чем-то напоминают мне опята. Ну может быть своим размером а может быть где-то формой даже. Ну это два совсем разных гриба. Посмотрите внимательно кто не знает запоминайте и идите в лес зимой по грибы. Вот так. Конечно же дождитесь моего следующего выпуска для начала чтобы убедиться что они съедобные. Кать ну ты где-то возле меня хоть ходи ходи хоть возле меня где-то я конечно понимаю что хочется побути на один но ты не забывай что ты замужем Кать А ну ка наконец-то благородненькая нам попалась полячок держи сейчас на улице где-то минус один или даже минус два такой легкий морозец и выйдя на лужайку обнаруживаем очередной бугорочек раскапываем и удивляемся наличию зеленушки зимой вот не только в теплый период года можно насладиться пением птиц послушайте и сейчас здесь кипит жизнь птичья прямо прямо же веселее стало как-то на душе вот залез в такие густые густой сосновничек но они и не старые такие от роческого возраста скажем так здесь тоже встречаются бугорочки где прячутся зеленушки так что не стесняемся заходить и в такие места вот например здесь же я увидел вообще такие классные экземпляры этих 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 опять хотел сказать про галину гиграфором это не один из них сейчас я вам покажу сначала мы проверим вот какой-то тут бугорочек о а в том бугорочке погибла рядовочка коричневая вот они экземпляры гиграфор крупненькие уже это не та мелочь по нас играл крупненькие приятные очень грибы видите ну я так понял они семейные грибы растут сразу по многу видите вот например здесь им дали вырасти никто их не нашел такие вот крупненькие здесь прям букетикам с другой стороны моей козубеньки еще торчат крупнячки очень приятные чистые грибочки из подсосинки сразу два два правда маленькие вот таких даже я и не встречал еще крупнячков по моему ох как приятно собирать такие лезть приходится правда вглубь туда ветки в глаза лезут в рот за куртку за капюшон держат пролез но это того стоит нажарим сегодня и будем наслаждаться жизнью невероятно морозец и пошел дождь ну ничего здесь вот на этой полянушке вот такие даже достойные маслята можно встретить я вот понюхал а он приятно пахнет его запах пропуск в мою козубеньку вот в этот раз ноги конечно подмерзают конкретно это заставляет меня постоянно находиться в движении а все потому что спешил в лес шерстяные носки не взял не знаю как в народе но у нас в семье есть такое выражение гимна горять другими словами нетерплячка то забыл все забыл вижу что бензин на исходе думаю хватит время время поджимает в общем спешил спешил доезжаем к лесу смотри уже стрелка прилипла ко дну а еще один повод переживать теперь хоть бы до заправки хватило акулы тоже постоянно вынуждены находиться в движении чтобы не пойти ко дну а я своего рода лесная грибная акула кать смотри какие красавцы вообще гигрики фрагалины да труфальдины а вот не могу понять почему катя говорит что они не попадаются но я за ней иду и постоянно встречаю может быть теперь ее надо поднатаскать на эти грибочки а голову немножечко приподняли и тут такие красавцы торчат а а я раньше не замечал я не знал этих грибов не замечал насколько они красивы теперь еще проверю насколько они же вкусны но они мне уже нравятся такие компанейские по три по четыре букетикам любят можно в такой период зимой набрать таких грибов немало я вам скажу что это у нас под ногами тут за вугорок или это мне кажется нет это мне не кажется это это сыроежки я не хочу брать сыроежки не привык просто не приучен а к тому же у этих красных видов их надо действительно чтобы кто-то показал какую можно брать там есть сыроежка рвотная по-украински будет звучать как блю блю вот по-украински более лучше передается настроение колорит этого грибочка старая сосна и какой-то бугорок я уже постоянно разрывала бугорки там постоянно попадались господи Дима иди сюда я этого не переживу как я счастлива вы даже себе представить не можете у меня уже прям господи спасибо тебе вот такая сильнейшая просто сила мысли что я нашла его этого красавца маленького конечно но я так счастлива даже себе представить не можете его смотри как тебе что я могу сказать это муляж друзья не верьте это муляж мы его купили в магазине дай сюда муляж белье ты его нюхала последний шанс а ну ка ничего не могу смирись с этим согласись все я пока тут гиграф ворюс она тут беляшется кто-то из вас скажет оставьте уже лес в покое ну как если он нас не оставляет а я тут серенькие рядовочки нашел серенькие вот одна какая маленькая приятненькая а вот побольше экземплярчик чикс гиграфор это он ну да о я теперь понаходила силу мысли теперь верю я вот верил что зеленушечку найду и зашел конечно верю кать ты же видишь я даже даже автомобиль своей мечты на заставку в телефоне я поставил визуализирует так сказать а тут у нас кто мышенятка да сыр ушечка эх бы и мне тут беленького найти бы а под этими бабушками соснами но тут лишь одни зеленушечки что тоже неплохо здесь их много они здесь не по одной на шляпку поприлипала шапочка это война можно сказать что они в шапках это опять же ведьмин круг я вижу как они здесь прям по кругу выросли может быть они всех найдут но большинство найду сейчас вот а потом пройдусь и почищу их вот эти бабушки вот подковка так что же тут за подарочек возле этой старой собственники а хоть бы хоть бы это сыроеженька хочу Катю победить в нашем состязании мне осталось найти только один беленький один лишь беленький откроем же эти лесные сундучки ого а тут шикарные зеленухи ну по зеленухам то я точно лидирую посмотрите какие шикарные и вот еще крупняк yes yes за мной я приоткрыл лишь слегка всю остальную красоту мы сейчас увидим вместе ну как у меня больше кто из нас крут 11 поздравляю спасибо зайчик я так рада так рада так рада о ничего себе сколько ты уже набрал неплохо набралась я сегодня подлохматился знатно ну поздравляю тебя с беленьким спасибо и вам желаю всем малюка ну как малюка не прям уж такого малюка ты себя этим не успокаивай беляка ну ладно ладно вот увидал множество грибочков только сразу не понять рядовочки серые или тут гиграф или все перемешку да все перемешечку винегретик тут вот рядом с серой растет белокоричневая вот серенькая вот же рядом и гиграф уриска на траппелы на полянку ограбил да тут у катя зеленухи у меня здесь серухи вот и еще здесь же гиграф ворчики растут так шляпками гонки попримерзали еще да там зеленуха класс вот эта поляночка я понимаю так ходили беседу вели а у нас только грибов под носом и не видно сразу я один увидел а Катя подошла говорит тут целое семейство и правда вот по кружку они растут это гиграф замороженки но они все равно приятненькие мне кажется они даже хрустящие должны быть мне кажется а представьте они такие же на вкус как опят я тоже кстати об этом подумала что ну мне что-то так кажется что они такие как опят и мне как-то напомнили да надо попробовать обязательно опята мы любим вот уж пора и к автомобилю двигаться ветра нету лес такой тихий и будто замер очень приятное ощущение ощущение себя как часть этой природы Катюша он нервничает что я долго долго иду я же просто то туда загляну то сюда когда я ездил на остров белых грибов один из нашей команды заблудился ну а другой его товарищ очень нервничал по этому поводу не мог ему дозвониться и постоянно говорил это же он заблудился а все равно и дэй и шугай все стараюсь держаться вот этой вот поросли думаю вдруг еще там какой-нибудь гиграфорчик попадется что это такое Катя по-моему я нашел беляша который вылез на поверхности не стесняется смотри ух ты ух ты еханый бабай снежком припорошила да ну-ка пахнет хорошо мы не можем поверить то что он нормальный я выиграл где-то это в прошлом видео я тебя шо було ты загуло о еще одна бабушка со сна дай гостинчика смотри Катя слушай так это не хуже чем белый я тебе хочу сказать очень красивый спасибо сосенка какое явление удивительное да Катя казалось бы человек в лесу а построен туалет только вот непонятно где этот человек живет это скорее всего военные оставили вот дорогие друзья и подошла к концу наша очередная грибная прогулочка таких вот красавчиков немало в этот раз насобирали так ну шо надеемся не выпадет снег в ближайшую неделю мы еще выйдем в лес и у нас увидите и мы скоро встретимся опять а пока ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите приятные слова можете писать любые слова лишь бы пишите не знаете что написать напишите грибы всем желаем быть здоровыми счастливыми пока пока это блюдо гиграфорчики вместе с рядовочкой серой кстати мы их всех отваривали минут 20 вот такое блюдо это уже завтрак вчера был ужин таким же так что все остались живы так что все осталось все осталось все осталось что это так что ну как